Всем привет! Мы буквально продолжаем тему закрытия сезонов нарских команд в различных чемпионатах Эстонии. И сегодня наш собеседник, представитель, менеджер, исполняющий обязанности главного тренера и, ну буквально, крестный папа футзальной команды Нарва Юнайтед Александр Дмитриев. Александр, привет! Приветствую, разве что не мама, да, крестная? Все остальное назвали, окей. Есть такое. Ну и практически традиционные вопросы. Буквально недавно мы встречались с Ильей Ильином, главным тренером команды ПСК. Сезон закончился, время прошло, чтобы подумать. Ты, я знаю, неплохо отдохнул. Ну, может быть, сейчас вот с этой колокольной отдыха и вот этого промежутка по десятибалльной системе как бы оценила выступление команды и вот эти минусы и плюсы самые главные в сезоне? По десятибалльной системе, конечно, сложно. Наверное, на семь, скажем так, можно было бы и выше, но, к сожалению, самую важную игру мы не прошли. Та игра, которая, в принципе, определяла по факту оценку за наш сезон и итоговый результат. Это решающий полуфинальный матч, третий. Поэтому, наверное, семерка, может быть, семь с половиной. Как-то так. Вот такая история. Ну, всегда говорят, играет команда, проигрывает команда, проигрывает тренер. Вот кого-то можно все-таки выделить в команде, кто так реально помог вот этой бронзовой медали? Ну, нет. В этом году я считаю, что все парни. То есть реально в этом году играла вся команда. Там прям явного лидера выделить сложно. Были новые ребята, которые там первый сезон, второй, может быть, втягивались в футзал. Были парни, скажем так, мы серьезно усилились парнями из села Мяя, которые в этом году составляли костяк наш, да. Ну, опять же, наши игроки, которые многие сезоны ранее, хоть их каждый год становится наш игроков, почему-то по разным причинам все меньше. Кто-то уезжает на работу, кто-то переезжает на место жительства, либо за границу, либо в столицу. Вот. Но в этом году именно команда была. И важный момент, конечно же, молодежь. Но я думаю, что, может быть, отдельно потом по этому поводу поговорим. Все три игры полуфинальной серии были, скажем так, на тонкого, да. То есть игры, в которых, как теперь мы уже знаем, если одна из команд начинала вести в два мяча, то она автоматически выигрывала игру. То есть и вот в этом плане именно вот эта вот ситуация, когда мы в третьей решающей игре дома вели 1-0, причем там чуть ли не с 30-й секунды матча, и во втором тайме чистейший там 158-процентный пенальти не поставил судья, чтобы мы пробивали, и счет наверняка остановился бы 2-0, и уже бы с этой ситуацией нашим соперникам было бы очень тяжело вылезти, как мы теперь знаем по всей серии. Но вот, к сожалению, развернулось это все в другую сторону, и все пошло в концовке, как бы матч, скажем так, не так. Не вытащили мы эту игру. Бронзовый матч, назовем вот так, что там получилось? Бронзовый матч, важный момент, кстати, да, хоть у нас место и третье, в прошлом сезоне мы заняли третье место, потому что чемпионат остановился, и мы как бы его автоматически получили, и вроде как бы не выиграли, да, то есть мы были на третьем месте, и так чемпионат завершили. В этом сезоне вот все-таки приятный факт, концовка сезона, последний матч наш мы выиграли. На самом деле за сколько, вот 9 лет истории нашего клуба, это всего лишь второй раз, когда мы заканчиваем сезон победным матчем. Первый раз это было в чемпионский год, в 2017, когда мы выиграли финал, и в этот раз мы закончили победным матчем, но за третье место. Поэтому это важный факт, мы на это и настраивались с парнями, что давайте все-таки положительно, раз мы где-то свое не получили в полуфинале, положительно закончим сезон матчем за третье место, тем более, что соперник все-таки, ну, принципиальный, наши старые знакомые, Космос. И в этом матче, в принципе, многое получалось, мы очень довольны, хоть и победа пришла в дополнительное время. Очень важно, что в этом матче мы использовали практически всю готовую обойму игроков, включая наших молодых парней, которые, наверное, пропустили практически весь полуфинал, мало выходили, там буквально на несколько, наверное, там минут, может быть, где-то выскакивали, а вот в матче за третье место им уже времени больше досталось. – Молодые парни, до сих пор, я так понимаю, работает проект, буквально вчера проходил у площадки, которая на улице замечательно появилась у нас, и там проходит тренировка. Вот про молодых парней, которые уже показали себя в главной команде, и, насколько я знаю, там в сборную уже кто-то, да, в молодежную, юношескую. – Все верно, это крутая история, на самом деле, и вот лично для меня, например, в этом сезоне, это, ну, такой, еще один свежий глоток, да, то есть, потому что, ну, когда много сезонов, немножко все иногда начинает приедаться, как говорится, да, и вот какие-то новые вещи, которые происходят, они всегда радуют. В прошлом сезоне вот-вот приход тренера Михаила Романова, который из Питера к нам в команду пожаловал, и мы, скажем так, на другой принцип совсем тренировок и игры перешли. Вот, это был такой свежий глоток и очень интересный, а в этом году это, конечно, вот такая подпитка хорошая из молодежки, из нашей, четыре человека, ну, у нас, в принципе, полноценная пятерка. В этом году первые была молодежная, в дубле они вообще-то к пятерке играли, и в вышке мы в нескольких играх даже привлекали их вместе с молодым вратарем, то есть, это классная история, 17-летние, 18-летние, 20-летние парни, и это все, опять же, воспитанники нашей молодежной секции, которая, по-моему, три сезона назад началась, и вот очень круто, что это наша затея с молодежными тренировками, в том числе, благодаря тренерам Андрею Калязину, который занимается с молодежью, то есть, это все дает свои плоды, и мы каждый год минимум по игроку, а в этом году и аж троих получили из молодежки, но это круто, потому что любой игрок у нас на Рави, это, любой новый игрок на сезон, это уже классная история, а тут целых пять, если вернуться к истории с молодежной сборной, в принципе, они все пять должны были стать, они являются потенциальными игроками новоиспеченной сборной Эстонии по футзалу, у 19, но так вот все из-за коронавируса тормознулось, к сожалению, соревнований никаких не прошло, а так должны были быть отборочные игры, и они уже вызывались в лагерь, а несколько человек из них прошли сборы, там, трехдневные. Ну, вот в плане плюсов однозначно можно загибать пальцы, это молодые игроки, это появление паркета, да, в зале спортцентра на Раквере, и вот та самая площадка, о которой мы говорим, я уверен, что она принесет свои плоды, и, к сожалению, возвращаясь к минусам, понятно, пандемия, отсутствие легионеров, отсутствие главного тренера, вот, насколько я знаю, перед каждой игрой тесты, вот про это буквально немножко. Важный момент, да, действительно, сезон был, если так запоминать его, как он запомнится в истории, да, этот сезон, паркет новый в зале, абсолютно все команды, приезжающие, приезжавшие к нам раньше, и которые посетили наш комплекс в этом сезоне, отметили, что, ну, теперь это, наверное, один из лучших вообще комплексов в том плане футзала, да, то есть паркет идеальный, вся инфраструктура, и, конечно, все отмечали, что сожалеют, что не хватало болельщика, потому что для любой команды, приезжающей в Нарву, они все понимают, что они едут играть при большом количестве болельщиков, и это совсем другая атмосфера. В этом году, к сожалению, без этого обошлось. И, опять же, открытая площадка, арена Солдина, которая открылась в октябре прошлого года официальной, вот мы в этом году на нее большие планы предлагаем, в межсезонье, летом уже начали, потренировались сами, я несколько раз потренировался, но сейчас будет потеплее, еще больше будем использовать, то есть, в принципе, эти все вещи обязательно, ну, останутся в истории, и этим нам запомнится. Вот, что касается вопрос, напомни, что у нас было... Тестер, механизм вот этот. Была такая история, да, все очень сложно было, скажем так, перед плей-офф в чемпионате Эстонии, и одна из команд, которая, к сожалению, у нас прошла, так, пуская, там, очень много, негодовала по поводу того, что они переживают, как играть там в футзал, не заболеть бы, не сядь бы в изоляцию, в общем, в итоге, там, совместно с СССР запустили систему тестирования всех игроков, то есть, перед каждым матчем плей-офф все игроки и все люди вообще, которые находились внутри комплекса во время матча, все тестировались быстрыми тестами, ну, такая практика была новая для нас, на самом деле, больше неудобствовать нее, потому что немножко раздражало, если раньше мы без тестов понимали, что игра состоится, а вот что будет после игры, да, если кто-то заразился, непонятно, то теперь мы еще за час до игры не понимали вообще, будет игра или нет, потому что можно было ехать в Таллинн, приехать туда, и у кого-нибудь тест, неважно, у нас, не у нас, или у судей, у какого-то оказался бы положительный, игра бы отменялась, это все вносило некоторые такие дискомфорты, раздражения, ну, и плюс само по себе это, я думаю, не всем нравится запихивание палочки там в нос каждый раз, ну, в общем, такая история, это уже, скажем так, наверное, мелочи, которые мы прошли, может быть, их уже больше не будет. Ну, для всех навских команд, это и хоккеисты, это и Нарва Транса, и Нарва Юнайтед в большем даже объеме, отсутствие болельщиков, это, конечно же, всегда не очень хорошо, если не сказать больше, вот ты сам веришь, что прежняя ситуация вернется, на трибуны вернутся болельщики, и все будет, как и раньше? Я для начала скажу, что я очень много раз говорил, ну, в различных послематчевых интервью, и по ходу сезона, что для меня лично это, наверное, одна из самых, ну, главных потерь этого сезона, да, то есть это первый сезон, когда мы играем из болельщиков, и это, как бы, ну, абсолютно странное чувство, мы, это команда, которая, там, являлась всегда лидером по посещаемости, и вот, скажем так, почувствовать себя в шкуре других команд, на которые приходят, там, на кого 5, на кого 20 человек, да, это, ну, это абсолютно не наша тема, не случайно в этом сезоне мы в домашних играх меньше очков набрали, чем выездные, то есть вот этой поддержки не ощущается, энергетика наших болельщиков, это та вещь, которая всегда приносила нам дополнительные очки, 100%, это давало нам дополнительный такой всплеск эмоций, и наша команда этим и отличается, что иногда эмоций не хватает, и болельщик может у нас погнать вперед. Что касается вопроса, верю ли я, да, верю, сейчас все-таки это все устаканится, все эти истории с вакцинированием, и все будет немного проще. Я не знаю, как это будет точно работать, но я верю, что, условно, к ноября уже будет разработана точно какая-то система, когда там вакцинированные люди наверняка смогут проходить и так, ну, то есть какие-то, что-то в этом плане будет точно лучше, чем уж в этом году, хуже, чем в этом году с нулем болельщиков за сезон просто бы не может. Ну и буквально последние секунды финальной середины, вот, может быть, немножко посмотреть будущее, будущий сезон, есть уже какие-то планы, ну и болельщикам давай что-нибудь скажем, пожелаем. Ну, учитывая, что сезон только что закончился, вот он только закончился, сразу пришлось отдохнуть, сброситься чуть-чуть энергетически, сложно говорить о планах, главная задача, ну, сохранить нам, опять же, костяк, впервые, наверное, может быть, за много лет, я надеюсь, что костяк команду мы сохраним, и тогда нам будет проще входить в следующий сезон. А что касается болельщиков, ну, мы все, все ждем, каждый игрок команды абсолютно, администрации клуба, мы все ждем тот момент, когда хотя бы какой-то процент какой-то заполняемости можно будет обеспечить в зале, но, опять же, чемпионат начинается, ну, условно, 1 ноября, кстати, есть уже новости в межсезонье, в следующем году впервые в высшей лиге Чемпионата Эстонии по футзалу будет не 8 команд, а 10, соответственно, на 4 игры больше, на 2 домашние игры больше, поэтому матчей будет больше, ждем всех болел обязательно, и смотрите, подписывайтесь на инстаграм, все клубные соц.медиа сейчас... и на тему ЕЕ. Сейчас без этого, само собой, на тему ЕЕ, без этого сейчас никуда, очень много, наверное, ну, материалом мы будем делиться в инстаграме, в фейсбуке, и обязательно будем организовывать этим летом первые турниры на открытой солдинной арене нашей футзальной, для разных возрастов, и молодежный, и, наверное, ветеранский, и надеемся провести там хорошие матчи, приглашая команду той же вышки, и, может быть, какие-то мини-турниры, Космос уже выразил свое желание приехать к нам, провести здесь матч, поэтому надеемся, что впервые футзальная жизнь будет и летом кипеть. Ну, и девушки тоже там на площадке не помешают, или... Конечно, болельщицы всегда нужны, может быть, медицинский штат... Нет, я имею в виду в качестве турнира, кстати. Конечно, конечно, конечно. Кстати, девчонки из Нарватранс выражали желание попробовать себя в футзале, ну, скажем так, не знаю, в каком плане это получится, да, может быть, сначала пробные какие-то тренировки или еще что-то, но я верю, что и до этого сегмента футзала мы обязательно дойдем. И ветеранский будет, и молодежный, и когда-нибудь еще и до детского, в общем-то, так. Спасибо всем здоровьем, позитивом, улыбок побольше, отрицательных тестов, ну, и всего самого хорошего. Пока. Чао. Чао.